Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться товарами из магазина FixPrice. Многие девочки из России и других регионов спрашивают, почему ты называешь магазин FixPrice, хотя он называется у нас Woolworth. Давайте немножко истории. Рассмотрим и разберемся. Посмотрите, сеть магазинов FixPrice работает в формате магазин фиксированной цены. И дальше, вот снизу, придумал и реализовал новый формат розничной торговли Фрэнк Уэнфельд Вулворд. Открыв в 1879 году США первый магазин с широким ассортиментом товаров для личного домашнего пользования, предлагавшийся по одной цене 5 центов и так далее, и так далее. С подачи Вулворда концепция магазина «Все по одной цене» получила широкое распространение в разных странах, как вы видите. Итак, это Вики-словарь. Называется он вот так. Но кто хочет узнать поподробнее об этом человеке, о Фрэнке Уэнфельде Вулворде, то, пожалуйста, вот посмотрите в Википедии вот это. И так как вы видите, что Вулворд, американец, образовал эту сеть, и она распространилась уже намного позже, в современное время, по разным странам. То есть, ну а сам магазин Вулворд, он еще и есть в Германии. И вот смотрите, в доказательство тому я его снимаю часто и показываю вам. Вот смотрите, Вулворда, этот магазин назван именно его именем, это настоящий фикс прайс. Итак, давайте начнем. Первое, что я купила, это вот такая наволочка. Здесь мы видим такую грубую текстуру, но она мне очень понравилась. И я ее взяла на диван, но подумала, что надо, наверное, еще одну взять. Итак, там была еще в бежевых таких тонах, здесь вот был темно-бежевый цвет вместо морской волны. И стоила она 2,99, сейчас там снежки. И вот так вот она выглядит. Попозже я подушку туда вставлю и посмотрим. Взяла также я под тарелки три коврика 2,90, каждый три на стол. Будем кушать с таких ковриков. Я не знаю, что это за материал, мешковина какая-то, но очень красиво исполнены. Также я взяла два красивучих фужера, тоже все в морской волне цвета. И стекло, не хрусталь. Стоили они 1,99 евро каждый. Тяжелые, красивые. Можно оформить их как украшение. Для вот таких свечей елок 2 евро. Такая елка вся зеленая в снегу. И если мы свечи поставим на фужеры, получается такой зимний декор. Посмотрите, какие они блескучие, красивые. Даже жалко поджигаться, но придется. Следующая покупочка была. Это такой электронный домик. Включается и выключается в нем свет. Такой мимимишный, маленький-маленький. Евро 99. Для композиций. И также я там купила толстую такую пряжу. Она стоила 1 евро. И все в одном цвете, посмотрите. И из нее сейчас я буду делать поделочку. Оставайтесь со мной. Надеюсь, будет интересно. Ах, да, чуть не забыла, еще мне нужны вот эти шарики. Они стоили 1 евро. И такие блескучие серебристые. Но поделки мне нужен картон. Серебряные морской волны перламутровой краски. Снежки. Пряжа. Немного смятые фольги. Да, можно смятые, не страшно. Фужеры пластиковые, которые у меня 100 лет уже лежат. И ложка деревянная. Итак, что же мы будем делать? Мы будем делать деревце. Для этого мне нужно нарисовать деревце. Помните, как то, вот белое с цветами. Я имею ввиду вот это. Рисуем от руки вот что-то наподобие вот кроны дерева. То есть я сначала вот делаю какой-то полукруг. Затем еще полукруг. Пошире. И еще пошире. С другой стороны повторяем тот же рисунок. Полукруг. Полукруг. И, конечно, снизу тоже. Ну, примерно вот так будет выглядеть наше деревце. Вырезаем ножницами или ножом, чем удобно. Отложим пока в сторону. И для деревца сделаем ствол. Для этого я беру вот нижнюю часть, ножку и ложку. И вставляю вовнутрь. Наливаю туда клей какой-нибудь. Чтобы получился у нас вот такой вот ствол. Причем саму ложку я оставляю. К нему мы прикрепим дерево. Но для начала нам нужно все это покрасить. Ствол я буду красить той серебряной краской, а дерево цветом морской волны. Можно красить как кистью, так же и спонжиком. Итак, я посмотрю, сколько раз я буду красить. Один, два раза. Как вот хорошо покроет краска. Мои изделия. Посмотрим. Итак, крашу. Итак, красила я два раза. Только подставку. Саму ножку я покрасила один раз. Ложку не стала красить, потому что она будет находиться на задней части нашего дерева. Вот. И я думаю, что ее не будет видно. Но можно и покрасить. Так пусть досыхает. Ну а я возьмусь за деревце. Итак, наваливаю. Да, наливаю. Наваливаю. Такая густая краска, что ее наваливать надо. Итак, беру кухонную губку. А дальше, ну да, вы знаете, что делать. То есть мы это делаем часто. Дальше вот так вот. И вот здесь. По краю. Потому что тут у нас вот некрасивая часть. И опять я посмотрю, сколько раз я буду мазюкать. И так покрываю. Одну часть можно и заднюю сторону тоже. Но по вашему желанию. Итак, покрасила один раз. Больше не хочу тратить ни времени, ни краску. Лень. Как получилось, так получилось. Так. Откладываем в сторону. Я поставила разогреваться пистолет с горячим клеем. А нам понадобится небольшая полоска фалинги. И так же берем пряжу. Будем делать улитки или розетки. Назвайте, как вам нравятся. Цветочки. Ну, в общем, будем делать. Итак, я беру свой грязный пистолет. И такую блямбочку рисую. Горячим клеем. Большую. Где-то диаметр 5 сантиметров. И быстренько приклеиваю. Вот осторожно. Не обожгите руки. Можно это делать ножницами. И быстро вот так вот приклеиваю. Мою вот эту вот пряжу по кругу. Все время, чтобы получилась у нас розеточка. Прижимаю. Удобно работать, быстро и красиво получается. Так что, справится любой. И вот такая розетка у нас получилась. И мы теперь обрезаем лишнее. Ждем, когда это все хорошенько схватится. Здесь тоже обрезаем. Делаем таких много-много-много. Ножницы не режут. Ножницы не режут. Как говорится, сапожник без сапог. Но это не относится ко мне. Я конструировала всегда обувь. И обеспечивала всю семью обувью. Итак, мы обрезаем. Смотрите, где. Прямо вот ножницы ставлю вот так. Вот так. И не срезаем шерсть. Обрезаем нашу фольгу, чтобы не было видно ее край, когда мы срежем. Обрезаем. Вот так. Так, кто делает со мной, успеваем. Да, делаем много-много. Итак, сделали. Что же дальше? У меня здесь я сейчас посчитаю, сколько штук примерно. Оказалось, 10. Итак, я начинаю приклеивать их к дереву. Убираю в сторону. Беру одну. Промазываю клеем хорошенько. И прижимаю к верхней части. Убираем нитки. Тянутся. Ой, что такое? И прижимаем к верхней части дерева, оставляя край вот этот свободным. Следующую опять я промазываю клеем и приклеиваю на другой полукруг. То есть мы проклеиваем вот по этим вот закруглениям и потом в центре. Все люди как люди, я всегда какая-то криворукая, я не знаю, всё у меня из рук валится. А кто-то сказал, что я очень медлительная, наоборот. Все говорят, что я как метеор очень быстро всё делаю. Это просто на видео, и я стесняюсь. Я стеснительная. Так, делаем дальше. И на самом деле я успеваю очень много дел. И я неутомимая. Сейчас буду якать. Я-я-я. Да, ну просто я хочу объяснить, что я на самом деле хорошая, шустрая. Да, и до самой ночи я могу делать дела. То есть я не устаю. Итак, наклеили. Теперь я опять пряжу беру. Пряжу. Бей-бей-бей. Сейчас кто-то скажет, выпила что ли. И у меня бывает такое настроение, когда я веду себя как ребёнок. Вот. Да. И у меня оно всегда хорошее, в принципе. У меня бывает короткое уныние. У меня, у меня, у меня, у меня, у меня. Но ненадолго. А так всё у меня прекрасно всегда. Даже когда плохо. Так. Дальше. И вот так вот потихонечку. Я, видите, завожу вот эту вот пряжу. Немножко вперёд. Чтобы вот закрыть наш этот обрезной шов. Жду, чтобы получился полукруг. Нужно подождать, чтобы здесь клей схватился. Иначе мы вот не обозначим ровно нашу границу. Итак, я закончила конструкцию, сзади приклеив остатки пряжи. Вот махрушки желательно с пряжи не оттягивать, иначе мы нарушим всю конструкцию. А вот просто обрезать, где вот видим. Просто взять и срезать. Так. Теперь, теперь я хочу наклеить кое-где шарики. Так, делаем поделку в детский сад. Можно приклеивать, можно не приклеивать. Можно приклеивать, например, наши вот на эти вот ракушечки, да. Или между. Ну, я приклею между несколько шариков. Кто делает со мной, осторожно, не обожгите руки. Небольшую каплю клея. И вот где мы хотим, там мы их приклеим. Наши снежки. На деревьях бывают такие льдинки тоже, да. Блескучие, как снежки. И имитация такая. Я говорю, подделка в школу или детский сад. Так. Ой, дети. Можно взять на заметку. Итак, приклеиваю дальше. Ну что, мое сказочное деревце с ягодками замерзшими готово. Теперь я посмотрю, куда приклеить вот на ствол. Можно ствол сделать выше или ниже. То есть, какой высоты мы хотим деревце видеть, да. То есть, вот длиннющая, высочущая или вот так. В общем, приклеиваем. Сзади дерева я провожу жирную линию и прижимаю хорошо мою ложку. Подержу, чтобы это все застыло. Таким же образом можно сделать и зеленую нашу лесную красавицу. Как делать елки я вам показывала в предыдущих видео. Посмотрите старое видео, да. Я уже не буду рассказывать. И здесь мы видим где-то... Сейчас я посчитаю, сколько у меня здесь. Примерно 26 улиточек. И мы видим, они наклеены наискосок друг над дружкой. То есть, очень просто делается. И вот так выглядит. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Вот примерно так выглядит. Сочно, красиво. Такой лесной массивчик. Деревенька. Домики очень тяжело делать такие. Да, очень много работы с ними. Потому что вы видите мелкие детали. Вы всегда спрашиваете у меня. Давайте сделаем другие домики попроще. Ну, а если вы хотите такие, я могу ссылку на Pinterest оставить, где можно взять выкройки. Там очень много деталей. Я домики делала целый месяц по вечерам. Не хочу больше делать. Это очень кропотливый труд. Поэтому давайте сделаем в следующий раз, пожалуйста, простые домики. И, кстати, два года назад я делала красоту из фужеров таких пластиковых. Они у меня до сих пор лежат. Давайте-ка тоже сделаем видео из фужеров. Кое-что мне пришло в голову. Лесная деревенька. Или вечерняя деревенька. Ну, в общем, как-то так. Если вам понравились такие поделочки, делайте. Ну, я с вами прощаюсь ненадолго. Говорю вам всего самого наилучшего. Пока-пока. Включу свет. Посмотрим, как при свете. И при свете тоже неплохо. Ну, все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok